Привет, меня зовут Лев Гемер, вы на канале ФФФ. Когда меня спрашивают, почему я с таким остервенением отношусь к Иосифу Джугашвили, я спрашиваю, кто сгноил сотни тысяч русских людей в лагерях? Кто на пару с Гитлером начал Вторую мировую войну, отправлял наших прадедов на убой? Какой ценой этот мерзавец провел индустриализацию? На чьих костях? В этом видео я хочу вам рассказать об еще одном его преступлении, о котором не принято говорить. Голодомор. Приятное радостно знать, над что бились наши люди. «Серб и молот, смерть и голод» – эта поговорка родилась в начале 30-х годов, в период Великого Голода. Его пытались скрыть и скрывали. Для иностранных гостей строили уже не Потемкинские, а сталинские деревни. Гродили показательные колхозы. Потом голод замалчивали. По разным оценкам, от голода погибли от 6 до 8 миллионов человек. Как это могло случиться? В конце февраля 1930 года Сталин лично отверг все предложения включить в нормативные акты положение о сохранении в личной собственности колхозника коровы – мелкого скота и птицы в пределах потребности одной семьи. Село ответило массовым обоем живности и крушением инвентаря, не желая передавать их в общее пользование с теми, кто ничего не имел. Затем начались форсированные хлебозаготовки, которые обрекли крестьян зерновых районов на голод. Село как могло цеплялось за жизнь. В начале лета 1932 года на невызревших еще полях появились так называемые парикмахеры. Это были женщины, которые по ночам ножницами срезали колосья на кашу для семьи. В спецсводке ОГПУ, будущий НКВД номер 42, 22 июля 1932 года, приводятся такие факты. Краснодарский район, в колхозе пролетарская диктатура, станицы Мышиновской, группа объездчиков ночью 9 июля обнаружила на поле 5 женщин, срезавших колосья пшеницы. При попытке к задержанию женщины побежали в разные стороны. Охрана дважды выстрелила. Одна из бежавших колхозниц тяжело ранена, умерла через несколько часов. Вторая получила легкое ранение. В ответ на нежелание крестьян умирать от голода, 7 августа 1932 года был принят закон об охране социалистической собственности. Этот закон, написанный Сталином собственноручно, народ прозвал законом о трех колосках. Отныне человека могли расстрелять за три колоска, подобранных на колхозном поле после уборки. При смягчающих обстоятельствах закон сулил 10 лет лагерей. В любом случае с конфискацией всего имущества. Подводя итог применения людоедского закона за 5 месяцев 1932 года, нарком юстиции Крыленко на пленуме ЦК обрушил свой гнев на судей, в которых рука не поднимается. Чекист был доволен общим количеством осужденных, 54 645 человек, но крайне возмущен тем, что к высшей мере наказания приговорили всего лишь 2110 голодных крестьян. Расстреляли в два раза меньше. Крыленко призвал активнее использовать высшую меру против прихлебателей классового врага. Однако у репрессивной системы, сконструированной при непосредственном участии самого наркома, видимо было какое-то чувство меры, не позволяющее нарушить пропорции. В дальнейшем машина осудила за три колоска 125 тысяч крестьян. Из них для 5400 несчастных заменили смерть от голода на смерть от пули. Кстати, именно в законе о трех колосках был впервые использован термин «враги народа». Каждой осенью кампания по коллективизации превращалась в настоящее испытание на прочность отношений между государством и крестьянами. Государство думало только об увеличении дань из крестьян, а новые крепостные – о выживании. Чем плодороднее был район, тем больше сдачи сельхозпродукции от него требовали. В 1932 году в стране осталась лишь половина скотины. Урожай был на уровне прошлого года. И тем не менее, план сдачи продукции центр повысил еще на треть. Возник фронт пассивного сопротивления при молчаливом согласии колхозников, председателей и даже секретарей местных партийных организаций. Когда Сталину доложили, что руководители Ореховского района Днепропетровской области разрешили колхозам оставить себе фонды на посев, вождь впал в ярость. Он потребовал их немедля арестовать и наградить по заслугам. В деревне началась невидимая миру война с крестьянством. Чтобы взять зерно, центр был вынужден послать в село ударные комиссии. Несмотря на драконовские меры, удалось собрать всего 20% хлеба от заданного количества. План оказался нереальным. В зерновых районах начался голод. Люди ели толченую кору, лебеду, корни трав, глину. Но ничего не спасало от голода. Людоедство стало обычным явлением. Сегодня опубликованы многие архивы. Вот некоторые цитаты из писем, сообщений тех времен, высылаемых с мест. Из Краснодарского края. Рабочие и особенно крестьяне голодают. Мрут с голоду массами. Гибнут. Виновники этому. Сталин и его вожди. Они душат трудовой народ. Исковеркали жизнь миллионам. Из района в Винницкой области. Селы и деревни пусты. Нельзя услышать даже собачьего лая, ибо собаки уничтожены. Съедены. Вырывали павших лошадей и тоже ели. С два пуда муки зарезали сторожа. Чтобы утащить курицу, убили 13-летнего парнишку. За овцу вырезали семью. Есть случаи убийства детей из-за того, что нечем прокормить. Один колхозник убил своего младенца, сварил и съел его. Это был рукотворный голод, и Сталин его скрывал. А ведь катастрофа 32-33 годов многократно превосходила бедствие 10-летней давности. Крестьяне были колхозниками и не имели собственных запасов. А в это время миллионы тонн хлеба уходили на экспорт мимо вымирающих деревень и хуторов. Вот одна из причин, почему я ненавижу Иосифа Джугашвили. И с большим опасением наблюдаю за людьми, сознательно идущими под его портретами. Это либо глупцы, либо людоеды. Так называемый Сталин – палач русского и многих других народов. На его руках кровь миллионов людей. Важно это помнить и никогда не забывать. Большое спасибо, что посмотрели этот ролик. Поделитесь им с друзьями, если он вам понравился. Выход новых роликов вы можете поддержать рублем или криптой. А чтобы их не пропустить, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Свобода достойна того, чтобы за нее сражаться. До скорого.